Доброго времени суток всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Вера Лисица, Мир Элитных Росумов. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Я буду очень рада нашему взаимодействию. Сегодня мне хотелось бы поговорить на тему удобрения для роз в весенний период. Эта зима была очень суровой. Морозы достигали 26 градусов. И мои розы, которые я в своем саду не укрываю, очень серьезно пострадали. Верхняя часть побега вот мерзла, почернела. И мне пришлось сделать кардинальную обрезку. Все кусты выжили, но пришлось сделать вот такую вот обрезку. И теперь перед розами стоит задача быстро нарастить вегетативную массу, сформировать костяк кустов, заложить цветочные почки и, соответственно, начать в тени. Мы должны розам помочь в этом вопросе. Я сегодня хотела бы поделиться собственным опытом. Я не претендую на это истину в последней инстанции. И мне было бы приятно узнать о том, как вы ухаживаете за своими розами, чем вы кормите их. И вы можете поделиться своим опытом в комментариях к этому видео. Сразу после обрезки роз, когда положительные температуры установились, я подкормила свои розы нитрамофозкой. Это удобрение пролонгированного действия, которое в равных пропорциях содержит азот, фосфор и калий. Это основные макроэлементы, которые необходимы растениям для полноценного развития. Это удобрение будет действовать медленно, растворяясь постепенно, вместе с осадками поступая к корням растения и их питая. Но только одних этих макроэлементов для полноценного развития растений недостаточно. И поэтому, кроме этого удобрения, я на протяжении всего весеннего периода, также в первую декаду лета, буду использовать удобрение с повышенным содержанием азота, с наличием других макроэлементов, других пропорциях, которых я немножко скажу, и которые содержат еще, помимо этого, другие микроэлементы, которые также очень важны для развития растений. Кроме того, в этом удобрении содержится антистрессовый комплекс, витамины и аминокислоты. Удобрение, о котором я сейчас говорю, это агроном-профи для РОС. Это специализированное удобрение. Я его использую, потому что розового саду очень много, и более целесообразно использовать специализированное удобрение, специально разработанное для РОС, в составе, который для них наиболее благоприятен. Здесь 16% азота, почти 9% фосфора и 8% калия. Кроме этого, здесь есть такие микроэлементы, как магний, бор, железо, марганец, цинк, медь, молептен, кобальт. И помимо микроэлементов, есть здесь антистрессовый комплекс, витамины и аминокислоты. Вот такое соотношение макро- и микроэлементов позволяет усваиваться этому удобрению растениям до 97%, повышает сопротивляемость болезням, танилям, переохлаждению, способствует образованию большого числа новых вегетативных побегов, обеспечивает им долгосрочное и полноценное питание и усиливает яркость точных оттенков. Но хотелось бы отметить, что в таком составе его употреблять можно только лишь весной и в первой декаде лета. После этого надо прекращать давать это удобрение, потому что повышенное содержание азота, который здесь содержится, приведет к тому, что побеги будут продолжать образовываться, и они не успеют вызвать то наступление заморозков. А это может дальше повредить растению серьезно и, возможно, привести даже к его гибели. Поскольку побеги точно замерзнут и ослабят растения серьезно. Мне нравится это удобрение еще тем, что его можно вносить различными способами. Оно в этом смысле универсальное. Его можно вносить и сухим способом, и поливом под корень, либо опрыскиванием по листу. Я предпочитаю опрыскивание по листу, поскольку при таком способе очень трудно перекормить это растение. Оно возьмет ровно столько, сколько ему нужно. В некорневой подкормке полмерной ложки растворяется в 10 литрах воды, растение опрыскивается 2-4 раза в месяц. При корневой подкормке 1 мерная ложка растворяется от 5 до 7 литров воды, в зависимости от степени истощенности вашей почвы. И растение проливается 2-4 раза в месяц. Если вы решили вносить сухим способом, то 5 мерных ложек смешиваются с 2 кг сухого рассыпчатого песка. И эту смесь вносят на 2 квадратных метра площади. Если у вас такого удобрения нет, вы можете использовать любое другое с приблизительно таким соотношением макроэлементов. Желательно, чтобы там все-таки содержались еще и другие микроэлементы, антистрессовые комплексы и также витамины, аминокислоты. Или вы можете использовать также органические удобрения, либо компост, либо перепревший навоз, либо делать настойку из куриного помета, поскольку куриный помет содержит большое количество азота. Необходимо соблюдать те нормы, которые указаны на упаковках таких удобрений, чтобы не перекормить растения азотом, поскольку это может заблокировать всасывание других элементов растениям. Они прекратят их усваивать. И опять же, нужно не забывать о том, что такое удобрение вносится только весной и в первой половине июня. Вот и все, что мне хотелось бы сегодня рассказать. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо и до свидания!